Человек с технической эдукацией или с филологическим талентом. Зинаида Дудюк – соправдный скарб белорусской литературы. Аутор больше за десяток книг мастацкой и документальной прозы. Творца сборников драматичных творов и казок для детей. Поэтесса – перекладщица. Ведомая белорусам по роману «Год 1812» и «Колос ворога». Я же все працавала на мифологии. Я все читала казки, шукала подступы, шукала до мифологии, а ко мне писать, я начала писать пьесы дитячие по народных казках. Но я поняла, что это не то, потому что что там в той казке на 20 сторон, как можно рассказать. Поэтому, наконец-то, я и пришла до романа реконструкции «Славянская погода» «Колос ворога». На творческой сестре, что областной библиотеки с именем Максима Горкого Зинаидой Иосифовна рассказала вушными наставникам, про что писала о последний час. Про то, что кранала душу, когда писала книгу «Пара высокого солнца». «Пара высокого солнца» – это вспоминные. И с этим артикулы разные про письменников, про людей, которые жили в Бресте, занимались, например, архитектурой. Те, как же, просто жили в Бресте. Ну, разные люди, там разные исторические подеи. У меня заховался шмат листов письменников. Янишес, Матяж, Колесника, Курылёвой. Мне хотелось показать, как они про себя писали, про их быт, про их творчество, про их жизнь. Вот это я и сделала. Проходы белорусской литературы актуальны не только у культурных колок, а и у молодежного сяроди. Я пришла на встречу с белорусской писательницей, потому что мне действительно интересно узнать о наших белорусских писателях, так как я проживаю в Беларуси, и многие писатели не так сильно распространены, и о них действительно интересно узнать. Любой человек радуется, когда его похвалят. Это и детям, и дорослым, и всем приятно. Так что оценили, прочитали, выдать, надякую. Про светлые планы на будущее с Иноидой Иосифом она казать не любит, однако добра ведая, про что я еще хочу написать, и каждый день засняю новые задумки. Виктория Павлюченко, Тихрана Копян, Таля Радио Компания Брест.